С 2001 года в этом детском саду не производился капитальный ремонт, а котельной здесь никогда и не было. В апреле этого года детсад закрыли на месяц. Потом работа на время возобновилась, но к 1 сентября здание опять не допущено. Пока работает только один корпус, в нем 18 детей, а на очереди еще столько же. Второй корпус находится в аварийном состоянии. Помимо отсутствия газового отопления, есть и другие проблемы. В плачевном состоянии и крыша, и в конце концов фасад самого здания. И там вообще критическое положение. Там обвалился потолок, провалились полы. Многочисленные обращения к местным властям не исправили ситуацию. Тогда за помощью обратились к заместителю председателя Брянской областной думы Анатолию Бугаеву. Один он откликнулся на нашу беду и пообещал не только провести газ в наш детский сад, но и отремонтировать вторую половину, которая бездействует уже несколько лет. И теперь ситуация начала разрешаться быстрыми темпами. А как еще? Ведь малышам нужно где-то играть и учиться. Я доложил Николаю Васильевичу, и он сказал, что мы детский садик берем под контроль полностью. И поставлена задача Брянскомунэнерго. Все это на ходу, прямо говорю в этом плане. Значит, идут согласования всевозможные изменения в проекте, который был в 2001 году. И мы приняли решение, что к 1 октября губернатор выделяет из резервного фонда деньги, чтобы этот детский садик запустить. И тому в подтверждение уже есть хорошие результаты. Практически достроена котельная. Причем основные работы были сделаны в течение недели. 1 октября планируется закончить все работы и выполнить поставленные задачи. А именно... Чтобы детский сад работал, чтобы жители были удовлетворены, чтобы дети находились в детском саду. Вот поставлена такая задача. Андрей Мамошин, Дмитрий Комаров. События. Карачевский район.